Привет, друзья! С вами Роман и вы на канале Кефир. Нет лучше начала любого дня, чем вкусный и сытный завтрак. Сегодня делюсь с вами итальянским рецептом омлета с ветчиной и сыром. Погнали! Вы, наверное, уже догадались, готовить я буду фритату. Для начала, чтобы не было путаниц, я перечислю все ингредиенты, которые нам понадобятся. Итак, для омлета мне понадобится 4 яйца, ветчина, чем вкуснее, тем лучше, сыр пармезан. Ну и чтобы жарить наш омлет, понадобится немножко масла. Оно же пойдет в заправку. Для того, чтобы наш завтрак был полноценный и витаминный, сделаю легенький салатик из руккола и помидорок чая. Начну я с того, что поставлю разогревать сковороду. Так, средний огонь. И доводить мы омлет будем в духовке, поэтому 180 градусов. Духовку ставим сразу разогреваться, пока все нагревается. Быстренько режем нашу ветчину. Ветчина наша готова. Займемся яйцами. Для яйца нам понадобится немножко соли. Соли по вкусу. Немножко черного перца. Тоже все по вкусу. И это уже добавка от меня. Без чеснока я не могу немножко сосуновать чеснока. Перемешать можно яйца, конечно же, вилкой. Но я, чтобы это было быстрее и проще, возьму венчик. Хорошая антипригарная сковородочка. Добавляем самую малость масла. И наше масло просто тоненьким слоем размазываем по нашей сковороде. Вливаем наши яйца. Добавляем на фритату нашу ветчину. И посыпаем нашим сыром. Сыра не жалейте. Еще немножко всполтываем. И убираем в сковородку, в духовку. Да, важно, чтобы ручка была из негорючих материалов. Фритата проведет у нас в духовке 10 минут. Ну, плюс-минус 10 минут. Смотри, как вы любите зажаренность. Я пока сделаю салатик. Салатик простой, рукава у меня уже помыта. Режем помидорки. Я режу наполовинки. Капельку вкусного масла. Как всегда, соль, перец и немножко сушеного чеснока. Чесночка чуть-чуть для вкуса. Черного перчика для аромата. И немножко соли. Все, перемешиваем наш салат. Салатик готов. Ждем фритату и сервируем. Ах, красота! Друзья, потратите. 20 минут своего времени, поделился с вами рецептом, но сейчас попробую, что у нас такое получилось. Омлет получился очень вкусный. Дам один совет. Обязательно балансируйте по соли. Ветчина соленая я добавил, на грани не пересолил, но уже очень близко. Правда, помидоркой все исправляет. Ну и салат свежий, вкусный. Рукола, как я говорил, обладает ореховым вкусом, своим классным неповторимым, другой травки такой нет. Очень дополняет этот омлет. Рецепт, друзья, очень в копилку. Завтрак просто отличный. Если бы была такая возможность, я бы каждый день на завтрак ел. А еще фритата хороша тем, что туда можно отбрать абсолютно разные ингредиенты. Есть фритата с картошкой, есть фритата с грибами, есть овощная фритата. В общем, это классное деревенское итальянское блюдо. Повторяйте рецепт, пробуйте, экспериментируйте. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк этому видео. Пока-пока, друзья!